Да, это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Добрый день. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии член общественной палаты Кировской области и главный редактор телеканала РЕН-ТВ Киров Юрий Шелемензон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю о том, что на сайте Хакирова, сайт нашей радиостанции, есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Есть, к тому же, у вас возможность задать вопрос гостю особого мнения с помощью специальной формы. Есть парочка вопросов, адресованных вам, Юрий Львович. Пожалуй, с них не начну. Давайте, мы соблюдать будем традицию. Я, как обычно, скажу свою фразу о том, что все сказанное на эфире является моим оценочным существом. Вашим особым мнением, как мы привыкли говорить. Итак, интересуется Дмитрий, во-первых. Добрый день. Есть ли у вас желание вернуться в политику и в каком качестве? Дмитрий, видимо, в курсе того, что вы были в том числе и депутатом ЗАГСОБРАНИЯ. В настоящий момент у меня таких желаний нет, у меня хватает. Той общественной работой, которой я занимаюсь. В данном избирательном цикле, наверное, скорее всего, я принимать участия не буду. Что касается этих выборов, выборов 2016 года, я думаю, что дальше общий ответ. И еще Марина интересуется. Здравствуйте. Как вы оцениваете качество продукта, который делает ваш телеканал? И хотели бы вы перенять что-либо у коллег? Ну, не знаю, тут, может, стоит разграничить федеральный, наверное, наши местные? Ну, я думаю, что мы федеральный не будем обсуждать, наверное. Но то, что мы делаем, мы делаем достаточно профессионально. В эфире звучит всегда достоверная информация. Недостоверную информацию мы в эфир не выпускаем. Обсуждать коллег как-то не очень этично. Нет, ну тут конкретный вопрос. Хотели бы вы перенять что-либо у коллег? Перенять. Может, сотрудника перенять? Может быть, фишку эфирную какую-то перенять? Я лично сам смотрю достаточно много разных каналов. Вы говорили об этом, кстати, не однократно, в том числе и зарубежными. Да, хотелось бы привести, но не всегда это возможно пока в данный момент. Что не хватает? Времени, денег, оборудование? Теперь денег. Теперь денег. Хорошо, вопросы есть. У вас возможность еще задавать на сайте. Специальная форма, прямо на главной странице. Еще раз напомню, темы у нас сегодня для особого мнения достаточно разнообразные. И хочу начать вот с чего. Я думаю, что многие уже видели эту информацию, в частности, в интернете. В минувшие выходные очередная заезжая знаменитость отметила плохое состояние кировских дорог. Я имею в виду известного, неоднозначного, неординарного актера, Станислав Садальский, который приезжал в наш город в выходные вместе с коллегами, другими актерами для того, чтобы дать спектакль. В джазе только женщина, по-моему, да? У нас есть с дорожным покрытием в городе. Надо понимать, что это не только в этом году немножко, будем говорить, как обычно, нормальная зима у нас была. То есть у нас было потепление, потом опять залезало. По-моему, каждый год мы говорим, что у нас что-то с погодой не то и в погоду во всем виноват. Всегда погода просто приложила дополнительно. Я думаю, что основная, одной из проблем, это была недостаточная уборка дорожного покрытия. Это нашло свое отражение в документах, которые выпускало правительство Кировской области и городская администрация. И САХ в этом году впервые, если мне кажется, был оштрафован. Они недополучили средства за некачественную уборку дорожного покрытия. Полумиллиона рублей, да? Один из таких штрафов, да. И я считаю, что очень сильно влияет некачественная уборка на дальнейшее существование дорог, по которым мы ездим. Каким образом? Ну, если остается очень много снега и всего остального на дорожном покрытии, когда происходят у нас резкие изменения. А, то есть оно тает, заболняются трещины, опять застынет. Потом рвет, да. Ну, это понятно, что еще и качество самого дорожного покрытия у нас не актив. И надо сказать, что если бы был достаточный контроль за теми работами, как по содержанию, так и по ремонту дорог, то, наверное, результат бы был. Вот, надо отметить, что если у нас в прошлом году были огромные проблемы с сосульками на домах, да, то мы увидели, что в этом году контроль был достаточно серьезный и даже жесткий, будем говорить, контроль. И контроль, и саморабота. Нет, соответственно, если есть контроль, то есть и работа. И мы увидели результат этого. У нас не было пострадавших в том объеме, который были у нас в прошлом году. Ну, давайте. Да. Через левое плечо, через, что называется. Поэтому я считаю, что контроль за выполнением работ, наличие независимых лабораторий и участников контроля, даст результат. Чего в настоящее время, мы видим, нет. Простите, а с чего начинать? Кто должен создавать независимые лаборатории? Ведь это деньги всевозможные. Все понятно. Усилия другие. Если мы, контроль проводит лаборатория исполнителя заказа, ну она их, конечно, проводит, да, даже внутренние работы. А если бы, я думаю, заказывала заказчик в лице мэрии независимой лаборатории эти анализы. Они есть вообще у нас в городе? Ну, наверное, если их не есть, то их можно создавать, наверное. Это даст больше экономических денег, контроль и все остальное, чем то, что мы сейчас имеем. По мне, так, или очень, от контролирующих органов и так достаточно по части дорог. ГИБДД контролирует, общественники могут всевозможные контролировать. Ну, это же контроль такой визуальный, будем говорить. Это реже идет о настоящем контроле, где материалы проверяются на должном уровне, потом выполнение работ проверяется так, как должны делать это профессионалы, а не общественники. Вот в этом вопросе. Ну, этот пост актера Садальского, он появился буквально через день, через два, после того, как глава города Владимир Быков посетил, то самое, наверное, следствия автохозяйства, проконтролировал готовность этой организации к сезону весеннего ремонта, ямочного ремонта дорог. Ну, и вот тогда, в прошлую пятницу, 11 марта, он констатировал, что наши дороги кировские находятся в неудовлетворительном состоянии. Я думаю, что будут... Это успокоило это вас как-то? Ну, будем говорить, что... Что глава города сказал, да? Я меня успокоил, и эти слова, и в том числе мы знаем, что в этом году у нас будут выборы. А если вспомнить прошлый цикл выборный, то в период подготовки к выборам у нас прошел достаточно неплохой ремонт дорог, их хватило на часть следующего предыборного. Вы имеете дело в 2014 году? Да, конечно, да. Мы видели, что появится техника с символикой, она активно начнет работать, и я думаю, что это даст результат. Поэтому мы в этом году находимся, наверное, в выигрышном положении, что у нас проходят выборы. А вы не устали вот от этой ситуации? Каждый год одно и то же. Дороги приходят в негодность. Чиновники нам говорят, да, погода, увы, какие-то аномалии, денег недостаточно. Вот живем в этой грязи, прошу прощения, с этими ямами из года в год. Мы все понимаем, что это не только в нашем одном городе происходит. Если взять совсем несколько лет назад, то в других городах ближайших было еще хуже, чем в Кирове. Ну, сравнивать с тем, что я успокаиваю. Это не говорит о том, что должно так продолжаться. Я думаю, что все же здравом превозглодает, и эти проблемы будут со временем решаться. Я надеюсь. А по области проезжали с последнего времени? Не проезжали. Я имел несчастье в Южном управлении по Казанскому тракту, да, в 8-мартовские праздники проехаться. Но мне показалось, что масштабы бедствия дорожного настолько велики, что... Ну, это не 95-96 год, будем говорить, конечно. Сделать это все будет очень сложно в этом году и быстро. Ну, сейчас высококачественной техники у нас больше. Организованы работы, если будут на должном уровне, то я думаю, что в теплые периоды начинаются в конце апреля и в конце май. Ну, такие глобальные, все, конечно, решено быть не может, но большинство очень проблемных участков будет в кратчайшие сроки отремонтировать. Я надеюсь. Ну, вы, безусловно, слышали, да, эту информацию городской администрации, что у нас ямочный ремонт все-таки в основном будет в областном центре, а вот две улицы, вернее, частично, Профсоюзная и Карла Маркса, они будут не то чтобы капитально, но как-то более хорошо. Вот как раз эти улицы, пускай будет контроль на каком-то должном уровне, хотя мы знаем, что на ямочный ремонт на самом деле есть гарантийные сроки. И если... Насколько он составляет? Он год составляет. Год? Да. Ни один месяц и ни два. А они вылетают у нас за несколько недель, за месяц? Да, да. Поэтому если заказчик к исполнителям предъявит претензии... А он имеет право предъявлять? А он имеет право предъявлять. Почему он не предъявляет другой вопрос? То эти вопросы должны будут решаться и в том числе по ямочному ремонту. Ну и, соответственно, правоохранительные органы тоже могут как-то этим поинтересоваться. По идее. Ну, у нас в основном ремонт сейчас проходит по требованию прокуратуры дорожных покрытий. Граждане, которые это знают, пользуются этим, пишут заявления. Кстати, говорят, что писать в прокуратуру и изжаловаться на дорогу это самый единственный способ. Тогда, в первую очередь, будут те участки, на которых обратила внимание прокуратура. Хорошо, переходим от дорожной тематики к теме общественной палаты. Мы уже говорили неоднократно об этом в этой студии. Вполне возможно, что вы с коллегами по региональной общественной палате вскоре получите право законодательной инициативы. Когда губернатор Белыха в феврале встречался, да, с советом он встречался, общественной палатой. Он поддержал эту идею. И, как уточнил секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов, речь идет о наделении правом законодательной инициативы не каждого члена палаты, а только ее высших органов пленарного заседания и совета. И Дмитрий Александрович высказал надежду на то, что вопрос этот уже будет решен к лету этого года. Вы поддерживаете? Да, я поддерживаю, потому что этот вопрос уже прорабатывался в предыдущем созыве. Он уже как раз подходил к решению, его подвигалось достаточно хорошо. И сейчас квитенсенция этого дела, наверное, будет принятие летом закона о том, что общественная палата может быть инициатором, законотворчеством заниматься. Ведь это еще в конце гражданского форума последнего никто не будет, а спикер законодательный Алексей Иванович. Я думаю, что это достаточно вещь, которая будет помогать по острым вопросам решать проблемные законодательные вопросы. Понятно, что общественная палата не будет все подряд брать в своем законотворчестве, но те вопросы, которые важны населению, будут иметь отражение в тех законопроектах, которых занимается общественная палата. Вот сейчас, если мы можем перейти, что общественная палата достаточно много занимается законом о общественном контроле, происходит обсуждение... Давайте напомним, что он в июне прошлого года еще был утвержден на федеральном уровне, и работа уже продолжается у нас в регионе уже несколько месяцев. В марте, как сказал секретарь, учитывая, что страна находится в непростом положении, в напряжении, и назвала необходимость привлечения общественности к систематическому контролю. Вот организация систематики этого контроля, она как раз в этом законопроекте будет прописана. То есть будут формы контроля, структура организации контроля, общественное расследование, есть такая форма, тоже будет присутствовать в законопроекте. А может, нужно поподробнее? Ну, это общественное расследование... Где правная точка? Это уровень такой, примерно, как журналистское расследование, и потом материалы передаются уже к общественным контролерам для проведения дальнейших действий. То есть любой желающий может заострить внимание на какой-то проблеме, провести некое расследование, собрать материалы, показания, очевидцы и так далее. Согласно той структуре закона, которая будет существовать, если он будет так, то общественные организации будут рассматривать эти вопросы, будут осуществлять контроль. Также в этом законопроекте по общественным советам будет структура общественных советов, чтобы общественные советы, как федеральных, так и местных органов власти, не делались под них. А они будут состоять из определенных частей, что позволит более объективно осуществлять работу этого совета. Вот такая часть тоже есть. Ну, давайте признаемся, вы являетесь членом общественного совета при ОМВД по Кировской области. Вот немного о работе этого органа. Можно рассказать? Рассказать, конечно, можно. Орган работает систематически. Группы собираются ежемесячно. Также проводятся советы. Мы проводим контроль определенных действий, как общественных организаций при ОМВД, ДНД или других. И также работу самих органов из ОМВД. То есть оценку даете, да, некую? Да, мы проверяем правомерности действий, проверяем. Приводится прием, как граждан, проживающих на территории, так и сотрудников ОМВД. Такое тоже. У них же тоже есть свои проблемы и вопросы. И этим занимаются. Там законно-то речь идет о том, чтобы, если формирование общественных советов сейчас ведет сама структура, при которой общественные советы, а при министерстве, ОМВД, то этот закон будет говорить немножко о другом. Общественный совет будет по-другому структурироваться. Это будут представители общественной палаты, от общественности, от тех, кто... Подождите, общественная палата и общественность – это не одно и то же в этом отношении? Нет, нет, нет. Совершенно разные вещи. То есть представитель общественной палаты, согласно этого законопроекта, будет входить в общественный совет. В обязательном порядке. Да. Или рекомендовать кого-либо туда. То есть это будет примерно такая же форма, как структура, как сама общественная палата создается. То есть мы же знаем, что она сейчас из трех частей состоит. Да, из четырех. Да, из четырех даже, да. Губернатор ЗАГСобрания, общественная организация, федеральная и местная. То примерно по такой же структуре будут и общественные советы при федеральных и местных органах власти. Вот сейчас в процессе работы над этим законопроектом идет консультация какая-то с его авторами? Да, конечно, с авторами, с Грибом из общественной палаты. Сейчас версия нашего законопроекта. Из российской палаты, да. Владислав Грибин. Владислав Грибин, да. Сейчас последняя версия нашего законопроекта находится там. И думаю, что... Подождите, а там в общественной палате? Да, для консультации. А, то есть сначала все-таки общественная палата российская... Нет, это необязательная форма. Это мы с ее инициатором просто... Просто вы имели такую возможность отправить, посмотреть просто своим коллегам. А теперь уже... Ну, можно сказать, что в марте-то уже точно будет выноситься на пленарное заседание нашего законсобрания. Скорее всего, да. На какую реакцию депутатов рассчитываете? Ну, я думаю, что этот законопроект вполне имеет шансы... Ну, в первом чтении это уж точно пройти сразу, а это может и в двух чтениях тоже пройти. Возвращаясь все-таки еще к теме наделения общественной палаты нашей региональной законодательной инициативы. Накануне в нашем эфире секретарь общественной палаты второго созыва Андрей Усенко рассказал удивительную вещь. Изначально он был против, собственно, этой законодательной инициативы. Но затем все-таки согласился с тем, что это право общественной палате необходимо. В связи с тем, в первую очередь, что существует до сих пор эта традиция, когда россиян общественной палаты приглашается на обсуждение законопроектов. Нет, их и направляют. Направляют, да. Я вот как раз захожу к той комиссии, которая, экспертной комиссии по законопроектам, которые принимает наша областная дума. И Андрей Леонидович сказал, что не имея вот сейчас этой законодательной инициативы, депутаты при обсуждении могут отмахнуться от предложения общественников. Есть законопроекты, которые обязательно проходят экспертизу в общественной палате. Это прописано законом. А есть законопроекты, которые могут и не проходить. И поэтому... Что это законопроекты? То есть наиболее значимые какие-то? Ну, которые касаются... Есть перечень тем законопроектов, которые проходят обязательную экспертизу. Это в уставе у нас прописано. И поэтому инициатива по законодательству, то, что общественная палата может сама заниматься законотворчеством, дает еще один фактор некоего воздействия. И все же это общественная организация, которая считается ближе с народом. И поэтому чаяние и беды народа общественная палата сможет донести до законодателей. И все-таки я недопонимаю вот так закон инициатива. Правила формирования... Обязательно тогда, если это выносится в законодательной форме законопроекта, его должны к обязательному рассмотрению. Так рекомендации общественной палаты могут быть приняты и не рассматриваться, и не учитываться при рассмотрении законопроекта. Но мне на протяжении... То есть случаи бывали у нас? Мы знаем, конечно. Мне просто на протяжении последнего времени казалось, что вот этот новый принцип формирования общественной палаты, 12 ее членов все-таки идут еще и от ЗАГС собрания. Эта форма подразумевает, что члены общественной палаты, по крайней мере, эти 12 человек, они как-то будут ближе к депутатам нашего областного парламента и смогут им в личные порядки что-то там нашептать или подсказать, что вот неплохо бы такой закон разработать, обсудить. Вот такая сама форма. Если есть возможность самим разработать, зачем кого-то просить? То есть это будет придавать вес? Все-таки в общественной палате. А в других регионах вы не знаете, обсуждается это сейчас возможность? Обсуждаю. Возможности обсуждают. Мы пока идем впереди по срокам, по качеству работы или трудно давать такую оценку? Трудно давать эту оценку, я не проводил мониторинг этого вопроса. В общем, вы поддерживаете. Есть надежда на то, что все-таки... Ну, я думаю, что да. Этот прогноз сбудется, что летом получится. Я не вижу противодействия этой инициативе. Если она раньше была, когда был первый созыв, я это очень хорошо помню, то сейчас этого нет. А тогда аргументы какие-то есть? Я запомню сейчас вспомнить, но были. Остается еще время до перерыва. Знаете, вот какой я хочу вопрос вам задать. Прочитал об этом накануне. Мы неоднократно уже обсуждали эти инициативы в области интернет, интернет-пользователей, что с ними делать, как их в рамки ввести. Речь о том, что в Госдуму внесен законопроект об ответственности интернет-пользователей за распространение материалов, пропагандирующих употребление наркотиков. Имеются в виду, по всей видимости, в том числе изображения наркотических. Там в статьях, в публикациях упоминаются блогеры почему-то. Но мне кажется, что эта инициатива будет распространяться и на всех тех, кто держит страничку. Ну вообще, 149-й закон все это как бы регулирует. И мне непонятно, там есть такая оценочная форма, как пропаганда. Вот в том законопроекте, который выдан депутаты Волгоградской областной думы, она как бы не фигурирует. Поэтому это надо будет в ФСКН определять пропаганда, не пропаганда. А так, сейчас существующие все законы, как бы позволяют наказывать за размещение информации о наркотических средствах, там, ну и все остальное сопутствующее этому вопросу. Ведь на одежде у нас на футболках разрешили, ой, запретили ведь изображать вот это растение. Если это пропагандирует. Ну вот как доказать, пропагандирует это или не пропагандирует? Это очень, ну вообще вот вы, я, наверное, смотрю достаточно много материала в интернете. Вот если о продаже наркотических средств, ну какие-то там сообщения еще бывают, да, то о пропаганде вот те депутаты не будут ли показать, которые думали над этим законопроектом, вот кто-то это видел вообще в интернете? Есть ли оно такое? В общем, такой фактор. Да и к тому же пропаганда это понятие субъективное для кого-то. Ну да, это очень. Для кого-то навязывание, для кого-то не навязывание. Для кого-то просто посмеяться. Сложно это будет определить. Такой фактор очень, то, что он там поспособствует эффективности деятельности правоохранительных органов, это большой вопрос. Вот в поясителе записка, как я, насколько помню, читал, написано. Я думаю, что у правоохранительных органов вполне достаточно средств и законодательной базы для наказания тех, кто занимается распространением наркотических следствий. Ну, соглашусь, конечно, здесь трудно... Ну, я не помню вообще. Возможно, эти блогеры, которые вы писали на эти темы и там пропагандировали там... Может, тут на городских депутатов подействовала какая-то внутренняя ситуация, да? В области, возможно, есть какие-то прецеденты. Или выборы. Или выборы. Кстати, какая партия-то выступает? Или они консолидированы выступают? Не могу сказать. Не изучат их глубоко. Ну, в любом случае, все мы прекрасно понимаем, что сейчас в предвыборную пору нужно более такую сдержанную сгибическую оценку давать. И для юридических лиц, в том числе, что и блогер будет индивидуальным предпринимателем регистрироваться. Ну, такой момент есть. Помнишь, там штрафы? Да, от 40 до 50 тысяч. Для юридических. Ну, я блогеров, индивидуальных предпринимателей как-то плохо так помню. Что-то попадалось. Давайте сейчас перейдемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение члена общественной палаты Кировской области, главного редактора телеканала «Рентер Киров» Юриевич Лемензонов. Полторы минуты, мы продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня со своим особым мнением в нашей студии Юрий Шлемензонов, член общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала «Рентер Киров». Вы знаете, Юрий Львович, еще один вопрос поступил вам через наш сайт, ахекирова.ру, спрашивает Олег. Подходит к завершению срок полномочий очередного созыва областного ЗАГС Собрания. Если взглянуть на результаты его работы за последние годы, как оцениваете их, вы все-таки были в роли законодательных? Более правильную оценку дадут избиратели в нынешнем избирательном туре. Я практически был коллегой в свое время депутатов, поэтому давать оценку не очень корректно, наверное. Ну, во-первых, я с этим составом мало и работал, и общался. Если раньше я во многих, принимал участие во многих рабочих группах в начале этого созыва, который работает. Вот сейчас? Ну, пятый созыв у нас сейчас, как известно. Да, пятый, да. То после первой половины как-то сократилось мое участие в рабочих группах, достаточно, ну, сильно сократилось. Сейчас связано это? Не знаю. Может, тем не было таких, не привлекательных. Поэтому мне сложно говорить, как проходила внутри работа. Думаю, что оценка, все же, избирателей более объективна, чем я, скажем. Ну, на Ваш взгляд, все равно ведь задумывались уже. Расклад как-то изменится по результатам грядущих выборов. Партийные, я имею в виду, увеличится роль оппозиционных партий. Представителем одной из которых Вы, собственно, выступали в Морландии. Я думаю, что в процентном соотношении в Кировской области больших изменений не произойдет, мне кажется. Именно в Кировской области? Именно в Кировской области, да. Потому что у нас достаточно такой консервативный регион в этом отношении. Да, и я думаю, что каких-то таких прорывов в цифрах, соотношения представителей партий не будет. Ну, во-первых, в этот раз выборы проходят немножко по другой системе, у нас еще будут одномандатники. И я думаю, что сохранится то соотношение партий все же и в следующем составе. Давайте еще про законодательную все-таки деятельность, а вернее про законопроект депутата ОЗС Василия Сураева об ограничении выплаты из областного бюджета бывшим государственным и муниципальным чиновником. Василий Куприянович внес этот законопроект в ОЗС еще в январе. Как известно, на февральском пленарном заседании фракция, в котором является Единая Россия, его не поддержала. В результате он вышел из фракции и покинул пост председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению. По сути законопроекта чуть позже, ваше мнение, а вот сам поступок? Ну, мне очень сложно обсуждать действия депутата Сураева. У него есть свое видение на этот вопрос. Я не могу знать и понимать его причины, его действия. Это личное отношение самого депутата к своим коллегам. А к законопроекту... Ну, а что касается законопроекта, да, по данным того же Сураева, в прошлом году, к примеру, 22 чиновника бывших получили выплаты в размере 20 миллионов рублей. Сумма, в общем-то, приличная. Приличная, да. Может, если бы ситуация с экономикой в стране была немножко другая, то это бы не так влияло на умозрение и депутатов, и тех, которые знают и читают об этом законопроекте. Мы же знаем, что по всем мире так принято, что государственные чиновники, они как бы зарабатывают меньше, но имеют это всегда, и после окончания своей службы они как бы получают преференции от того, что недолго служили. Зарабатывают меньше по сравнению с кем? Ну, с теми, кто работает в коммерческих структурах. Хотя у нас немножко сейчас все перевернулось. У нас сейчас, вот, чиновники бывают достаточно... Топ-менеджеры, так называемые, это уже, да? Эффективные менеджеры зарабатывают. Но это не... Речь идет не о них, это о других людях в законопроекте совершенно. Это не... Это о государственных структурах, которые не в бизнесе, а которые в управлении занимаются. Поэтому, когда те люди шли на государственные должности, они знали, что этот закон работает, да? Просто так взять и отобрать тоже, это немножко, наверное, неправильно. Хотя, понимая экономическую ситуацию, и мы знаем, что это люди достаточно небедные в результате работы в государственных структурах, оказывается, встали. То, наверное, Василий Куприянович правильно поступил. Может, он в форму... То, что внес. Да, что внес, да. Может, надо было более подробно обсудить это своими коллегами, или перенести это, ну, на какой-то другой срок, как просили его коллегами. Я тут не знаю, как там проходило, но на самом деле. Поэтому я к законопроекту отрицательного не отношусь, а как происходило взаимоотношение Василия Куприяновича с его ими коллегами, это он только знает. И поэтому его действия в данном случае я обсуждать не хочу. Кстати, Марина Сергеевна Сазонтова, да, которая внесла законопроект, она в нашем эфире говорила здесь, что когда она шла на должность вице-спикера, она не знала вовсе о том, что предполагаются такие выплаты. Ну, я думаю, что это лукавство на самом деле, все все знают, особенно, когда это касается своего кошелька. Я не думаю, что она не знала это, ну, не знала, не знала, может, она именно и не знала. Простите, не вносила, а просто высказывала про это, по этому поводу. Да, я уже перешел к другому законопроекту, который внесла Марина Сергеевна. Вот мы не мы, если бы мы об этом не сказали, я имею в виду ограничения по продаже алкоголя. Вот это нашумевшее предложение, чтобы запретить в заведениях общепита, которые расположены в жилых домах и пристроях к ним, торговать алкоголем с 11 вечера до 10 утра. В моем понимании это большая глупость, ни на что не влияющее. И это даст сокращение работающих в сфере малого бизнеса, это даст сокращение, соответственно, налогов, акцизов, всего остального. Считаю, что это очень непродуктивный законопроект. Вот это как раз законопроект для выборов, в моем понимании. Если это мешает действия этих заведений. Существуют стандарты, которые надо выполнять всего лишь. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Вы имеете в виду то, чтобы там не было шума? Шума, ну да, это же все контролирует. Конечно, все знают, как это надо, если это случается, исправлять. А закрывать бизнес, я считаю, не нужно. Слушайте, а на ваш взгляд, почему этот как раз созыв, ОЗС, так много и часто возвращался, я думаю, еще вернется к этой теме всевозможных антиалкогольных ограничений? Ну, беспроизвестная тема. По времени, по месту. Беспроизвестная тема для пиара. Для пиара кого? Депутата, конечно. Депутата, конкретного депутата. Конечно. Просто если вспомнить, запретили на вынос за последние годы, по времени, сначала до пяти вечера, потом продлили до десяти часов вечера, по воскресеньям. На мой взгляд, есть федеральные рамки. Конечно. Их достаточно, а как вы думаете, когда с восьми и до десяти, или до одиннадцати? До десяти, уже забыл. Или до одиннадцати. Вот есть федеральные рамки, а мы что-то как-то пытаемся здесь все их корректировать. Хочется же показать, что он впереди планеты всей. Правильные инициативы. Вам не хотелось бы... Иногда происходят какие-то случаи экстраординарные, и под них готовится программа исправления ситуации. И рисуется законопроект. Вам не хотелось бы, чтобы эта тема алкогольная и дальше как-то активно будоражилась и поднималась? Или как-то вам все равно? Ну, пусть поднимают. Она уже, кажется, лишняя эта тема. Потому что там есть другие вопросы, которыми надо заниматься. Создание условий, чтобы она не появлялась, это более важная тема. Но это все экономика. Остается несколько минут. Вы знаете, тоже накануне увидел одну интересную новость и прям удивился этим данным. Для водоцентра, я имею в виду, опубликовал данные очередного опроса. Несмотря на то, что народу нашему живется непросто, и, по всей видимости, эта ситуация ухудшается, почти 80% наших сограждан не готовы выражать свое недовольство падением уровня жизни открыто. Я говорю о том, чтобы выходить на улицы, митинговать, пикеты устраивать. 80% не будут этого делать. А 81% точнее не пойдет никогда на митинги и пикеты с политическими требованиями. Подавляющее большинство. Мы терпим? Ну, будем говорить, что, во-первых, если посмотреть сравнение показателей с предыдущим периодом, ну, это практически в рамках погрешности они вырастут на 10% тех, которые хотели бы выступать с экономическими требованиями. По экономическим вопросам. А вот если дочитать этот опрос до конца, они, кстати, тоже интересные цифры. Потому что треть участника опроса заявили, что забастовка неэффективна. То есть незачем выходить, не заметить, не заметить. Да, в расстоянии процентов называют эту форму протеста крайней мерой. В то же время 16% респондентов считают акции протеста нормальным средством решения проблемы. И только 7% заявили, что это единственный способ удовлетворения требований. И только 12% выразили мнение, что забастовки не допустил. То есть я думаю, что... О чем это говорит? О том, что те митинги, которые проводит оппозиция, они неэффективны. Народ это увидел и считает, что должна быть какая-то другая форма. А оппозиция это все-таки рассчитывает на то, что люди увидят, проникнутся и пойдут за ними? В общем, пока все же холодильник побеждает, телевизор побеждает холодильник, пока будет так. Поясню, для тех, кто не понял, то, что мы видим, то, что мы слышим, мы этому доверяем больше, нежели своему материальному, финансовому положению. Ну, на мой взгляд, не бесконечно ведь это падение. Ну, я думаю, что митинг в рамках закона – это лучшее выпускание пары, чем какие-либо баррикады. Завершается на этом программа «Особое мнение». В гости студии Юрий Шлемензон, член общественной палаты Кировской области, главный редактор телеканала РЕН-ТВ. Кира, всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok